Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из Чебоксарской районной больницы выписаны все граждане Китая, прошедшие карантин. Заболевших коронавирусом и гриппом среди них нет. Сегодня в Доме правительства обсудили эпидемиологическую обстановку в республике. И как распространяемая информация в интернете отражается на работе аптечных сетей, выяснил мой коллега Дмитрий Ковалев. Когда коронавирус начал распространяться и в Европе, российские регионы ввели особые меры контроля за теми, кто прибывает из-за рубежа. Сейчас под наблюдением медиков Чувашии находятся трое жителей республики, которые прилетели из Италии. В Роспотребнадзоре рекомендуют и вовсе пока ограничить поездки в другие страны. В Минздраве сообщают, эпидемиологическая обстановка остается стабильной. За последнюю неделю снизилась и заболеваемость ОРВИ. На девятой неделе 2020 года в Чувашской республике зарегистрировано всего 6 508 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. И показатель заболевания составил 532 на 100 тысяч населения. Высокий уровень заболеваний с гриппом ОРВИ зарегистрированы в город Чебоксары, Шумерли, Шумерлинском районе, Красноармейском районах. Эпидсезон 2019-2020 года, он более благоприятный. Даже братья контрольные точки начала всех трех эпидсезонов. Данный показатель мы связываем все-таки и проведением профилактической работы активной, и самое главное, это вакцинация против гриппа, которая проведена в Чувашской республике. И по прогнозам специалистов, ситуация с ОРВИ и гриппом ухудшиться уже не должна. В республике, отмечают в профильном ведомстве, сформирован необходимый запас препаратов. Однако нагнетаемый в интернете страх делает свое дело. В аптечных сетях наблюдается острый дефицит медицинских масок. Нашей съемочной группе не удалось приобрести ни одной упаковки. Исполняющий обязанности министра здравоохранения отметил, что за последние недели аптеки реализовали двухмесячный запас медицинских масок. Даже у производителей этих масок нет. Они не успевают выпускать. То есть потребность очень высокая. И, соответственно, не дают даже предложения для проведения конкурсной процедуры. Если в середине февраля этот спрос составлял в районе 7 тысяч 2 тысяч масок в день, на последние данные, на вчерашний день, это составляет 2 119 штук в день. Здесь на первый план выходит централизация закупок, отметил Олег Николаев. Не просто розницы, но и медицинских учреждений. Я помню, достаточно часто поднималась тема главными врачами. Вопросы централизованной закупки лекарственных препаратов. И не только лекарственных препаратов, но и медицинских изделий. Если не полностью обеспечиваются заявки, они не обеспечиваются. И давайте отдельно на эту тему очень подробно поговорим. Еще одна тема совещания в Доме правительства – административный контроль за предприятиями. Олег Николаев призвал к ответу руководителя республиканской налоговой службы. В социальных сетях временно исполняющему обязанности главы региона поступают обращения от бизнеса с жалобами на блокировку счетов. Ваша служба блокирует счет юридического лица за очень маленькие недоимки. Ну вот в последний случай мне прислали там то ли 50 рублей, то ли 50 копеек. Заморозка счета отражается на эффективности работы предприятий. Незначительные недоимки можно устранять и другими способами. Одна из принципиальных задач налоговой службы – устранять административные барьеры, отметил Олег Николаев. Дмитрий Ковалев, Рифат Фадкулин и Андрей Шоклев. Республика. Рынок медицинских услуг – один из самых быстро растущих. Сегодня временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев встретился с экспертами в области здравоохранения. На повестке перспективы развития медицинского туризма в Чувашии. Как отметили стороны, для этого есть все предпосылки. В Республике существует сеть широкопрофильных медучреждений, где работают высококвалифицированные специалисты. Клиники оснащены современным технологичным оборудованием, офтальмологическая, стоматологическая помощь, индустрия красоты. Перечень услуг можно продолжить. О том, что медицинский туризм сейчас развивается повсеместно. Жители Чувашии должны помнить о подвигах, совершенных в тылу. Сегодня временно исполняющий обязанности главы республики встретился с авторами информационного проекта «Сурский рубеж». Недавно были рассекречены архивные документы тех лет. Подробности в следующем материале. Осень 1941 года. Враг уже под Москвой. Немецкие войска могли пойти и дальше, вглубь страны. В Государственном комитете обороны принимают решение о строительстве сурского рубежа и казанского обвода, которые должны были сдержать гитлеровскую армию. Эта задача казалась невыполнимой. Но за 45 дней только в Чувашии удалось построить 380 километров окопов и противотанковых рвов. Это забытый подвиг, который мы должны вспомнить, потому что у подвига должны быть имена. И это действительно был масштабный проект по срокам. Просиживая в архивах, изучая документы архивные вместе с краеведами, имена которых тоже есть. Это Пагиндаев и Шумилов в том числе. Ну и те ребята, которые работают в регионах, в районах, в муниципалитетах и занимаются в том числе реконструкцией. Женщины и подростки рыли окопы в минус 40 градусов. Было мобилизовано более 170 тысяч человек, жители семи областей. Эта работа сродни подвигу, о котором необходимо помнить, отметил в Рио главы региона. Очень важно, мы как республика, прежде всего, должны наладить определенную работу, потому что, с одной стороны, проинформировать население, с другой стороны, привести ряд мероприятий. Олег Николаев признался, что в строительстве сурского рубежа принимал участие и его дед. Крайне важно, отметил в Рио главы региона, рассказать и о других героях тех лет. Самоотверженно отдавали себя этим же и обеспечивали в итоге ту победу. В следующем году в республике отметят 80-летие начала строительства сурского рубежа. Сохранить память о народном подвиге должны помочь постоянно действующая экспозиция в Национальном музее и районах республики. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Ветераны труда получат компенсацию оплаты за капитальный ремонт. Указ подписал временно исполняющие обязанности главы республики Олег Николаев. Эта мероподдержка предоставляется собственникам жилых помещений в многоквартирных домах в возрасте 70 лет 50% от размера взноса и старше 80 лет до 100%. Новая мероподдержка коснется более 4,5 тысяч человек. Распределить между собой подрядчиков и лично контролировать, как те тратят средства на содержание дорог. Такой вариант предложил сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев депутатом Государственного совета. Чувашии во время встречи с представителями парламентских фракций. В одном из районов Чувашии подрядчик, который выиграл тендер на содержание дорог, только в мае пять раз покосил траву. Зато заросли кустарника по откосам на некоторых участках летом грозят превратиться в лесополосу. И это проблема, отметили депутаты. Денег хватает на все виды работ, а вот эффективность их расходования явно хромает. Здесь вопрос стоит на самом деле не выделение дополнительных денег, пока на сегодняшний день не так. Давайте повысим эффективность использования тех денег, которые уже направлены на содержание дорог. Вот давайте прямо сейчас возьмем с вами на контроль всех тех подрядчиков. Давайте вместе с вами возьмем, сколько у вас, 44 депутатов. Там, по-моему, подрядчиков не больше. Давайте берите под контроль, садитесь, скажите, что вот это прямо моя личная просьба. Сейчас для этого самое время. Этой зимой осадков выпало мало, и будет интересно узнать, получилось ли у подрядчиков сэкономить, к примеру, на вывозе снега. Представитель фракции ЛДПР Константин Степанов уже попытался это сделать. Они говорят, снега было меньше, но зато ледяной дождь был, поэтому мы реагентов рассыпывали без соляной смеси больше. Теперь прозрачность в этой сфере будет контролировать, судя по всему, весь депутатский корпус. Ну а Минтруд займется изучением вопроса, возможно ли на уровне республики принять закон о детях войны и в какой форме. Речь про категорию граждан, которые родились между июнем 1927 года и сентябрем 1945. Такой категории у нас в республике 70 500 человек. Вопрос непростой. Минтруд республики получил задание просчитать возможные варианты. Ну а пока начать можно с того, что не потребует дополнительных бюджетных трат, отметил Олег Николаев. Помимо денежной составляющей, есть еще такое понятие, как форма нематериальной поддержки. Ну, допустим, это возможность попасть без очереди в врачу. Председатель госсовета Альбина Егорова рассказала, часто жители районов обращаются по поводу бродячих собак. Сегодня есть и закон на уровне Российской Федерации, да, то, что питомники должны быть в муниципальных образованиях. Сегодня все-таки надо тоже над этой темой все-таки задуматься. Закон есть, а реализация отстает. На каждый питомник требуется не менее трех миллионов рублей. Один из вариантов создания межмуниципальных центров. Этим вопросом плотно займется новый главный ветеринарный инспектор республики Константин Викторов. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика. Внесены изменения в закон о выборах главы Чувашской Республики. В соответствии с ними теперь есть возможность выдвижения кандидата на должность главы путем самого движения. Меняется и предельная сумма всех расходов и средств избирательных фондов каждого из кандидатов. В документ также внесены изменения, связанные с регламентами проведения выборов. Они касаются сроков и объемов предоставления эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, сроков проведения предвыборной агитации на каналах телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях. Самые активные, трудолюбивые и энергичные представительницы прекрасного пола работали и в выходные. Столица Чувашии подвели итоги республиканского конкурса «Женщина-лидер-2020». Какими качествами обладает настоящий лидер? Ответственность, уверенность, знание дела и самое главное – умение вести за собой. Женщины на сегодняшний день умеют все. Они являются и хранителями семейного очага, они воспитывают детей. В то же время являются успешными женщинами, успешными в предпринимательстве, социальной сфере, искусстве, образовании, спорте и даже в политике. И поэтому мы хотим сказать о том, что на сегодняшний день роль женщины в обществе очень велика. 35 успешных женщин со всех городов и районов республики боролись за звание лидера. В конкурсе 4 номинации. «Женщина-лучший руководитель года», «Лучший молодой руководитель», «Сельская женщина-предприниматель», «Семейное дело». Самым талантливым молодым руководителем стала Анастасия Улисова. «Лучшим руководителем, чтобы стать, нужен очень хороший коллектив, который мы строим сами. Коллектив должен тебя поддерживать, идти с тобой в ногу, мыслить в одном русле и работать с тобой в кандеме. Без дружного коллектива руководителя не бывает». Светлана Любимова вместе с мужем руководит крестьянско-фермерским хозяйством в Комсомольском районе. Здесь выращивают более 300 голов крупного рогатого скота. Чтобы обеспечивать животных кормами, сажают разные культуры. Именно Светлана и стала лучшей в номинации «Семейное дело». «У меня шестеро детей. Трое. Сама родила. Троих я установила. Они мне помогают и в трудности помогают, и на работе помогают, и дому помогают, и в хозяйстве. Дружная семья. Любим друг друга, поддерживаем трудную минуту». Лучшим предпринимателем на селе стала глава крестьянско-фермерского хозяйства Аликовского района Ирина Никифорова. Лучшим руководителем года – директор Ядринского медицинского центра Надежда Бондарева. Православные христиане сегодня вступили в Великий пост. Самый долгий, самый строгий. Это особый период подготовки к главному празднику – Пасхе Христовой. Сегодня чистый понедельник. Очистить себя, свою душу, чтобы быть достойным радости наступления Пасхи – это и есть основной смысл ограничений, которые осознательно накладывают на себя верующие. Великий пост продлится 7 недель и завершится воскресением Христовым или Пасхой, который приходится в этом году на 19 апреля. В Чебоксарах прошел республиканский бал юных патриотов «Вальс Победы». Местом танцевального марафона стал Чувашский кадетский корпус. Сюда приехали более 300 учащихся с 25 кадетских школ и общеобразовательных учреждений. У «Вальса Победы» есть своя история. Он стал символом мирной жизни. Его танцевали в Победном в 1945 году. Танцуют и сейчас, в Год памяти и славы. Свободный стиль, обязательная программа, а еще определение лучших пар. Традиционный конкурсный набор никто не отменял. Все как положено. Было и жюри. Будущие офицеры должны иметь выправку, осанку. Но, пожалуй, главное – это атмосфера послевоенного времени, в которую окунулись танцующие пары, когда над головой мирное небо и вся жизнь впереди. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика. Благотворительный фонд Елены Геннадия Тимченко «Добрый лед» провел в деревне Яманчурино фестиваль «Люблю маму, папу» и хоккей, объединивший активные семьи, живущие этим видом спорта. Громкий смех, призывы «Шайбу, шайбу», «Свист» – это обязательно атрибуты таких хоккейных матчей. А когда в одной команде играет вся семья, вдвойне веселее. Именно такими составами соревновались между собой 20 команд из сел Яманчурино, Малая Таяба, Яльчики, Большие Яльчики и Шамалакова. Главная цель фестиваля – привлечь как можно больше людей к занятиям спортом и создать дополнительные возможности для развития любительского детского хоккея в стране. Ведь эта игра у нас очень популярна. Стартовала программа в 2012 году, и с каждым годом все больше регионов принимает участие в семейных играх на льду. Александр Соловьев, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Впереди вас еще ждет полезная информация. А я, Ольга Панула, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире уже завтра. Отходы в доходы. К регулярному ворошению производится контроль за температурой и влажностью смеси в буртах. Через 30 дней компост проходит исследование на химический состав. В результате получаем экологически безопасное органическое удобрение «Юрма-Био», на которое получен сертификат соответствия. Результаты мы почувствовали в тот же год, когда внесли первый раз птичий помет. Это было примерно 5 лет назад. Предположим, урожай с капустой в среднем было 700 центнеров с гектара. На полях, где вносили птичий помет, свыше 1000 центнеров с гектара было, в зависимости от сорта. Привнесение на капусту птичьего помета позволяет увеличить урожайность в полтора-два раза. Если минеральное удобрение нужно выносить ежегодно, то органическое не чаще, чем один раз в 3-4 года. Экономия очевидна. Органическое удобрение я уже, можно сказать, несколько лет использовал. Гусиный помет раньше. Навоз есть, конечно, в любом виде. Навоз – это хорошее удобрение для растений. С осени заключили договор на поставку удобрения в качестве куриного помета. У них и сертификаты они представили. Я надеюсь, результат, конечно, будет хороший. Но мне это очень выгодно. Уникальное удобрение можно использовать и в саду, и в огороде. Пенсионерке Елене Кадыковой агрохолдинг «Кюрма» привез в подарок целую машину компоста. Теперь она сможет получить достойный урожай с приусадебного участка. Я рада, счастлива, очень благодарна. Агрономная фирма. С 1 января этого года в России вступил в силу закон об органической продукции. Одно из его главных условий – запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков при выращивании органической продукции. Для выращивания экопродукции необходимо использовать только органику. Польза органических удобрений, в отличие от минеральных, в том, что они улучшают фотосинтез. Внесение органических удобрений приводит к накоплению, к увеличению запасов гумуса в почве, что, конечно же, отражается на урожайности сельскохозяйственных культур, на их качестве, на лёжкости, на товарном виде. Для чуваши это ещё и решение экологической ситуации. КОНЕЦ